Ну а теперь обо всем подробнее. Сформировано новое правительство России. В нем появилось много новых лиц, что, безусловно, приведет к позитивным изменениям. Такими словами, председатель Народного собрания Хизриших Саидов открыл заседание регионального отделения партии «Единая Россия». Как вы знаете, сформировано новое правительство Российской Федерации. В 19 часов начали объявлять, по сегодня, по это время объявляют, характеризуют тех людей, которые попали в этот состав и продолжат работу в новом составе. Много изменений, наверное, много позитивного надо ожидать, потому что не бывает перемен без новых людей, тех, которые в этой ситуации лучше разбираются, принимают нужные решения. И в конечном итоге все это должно повлиять на жизнь простых граждан нашей страны. На повестке дня в ход реализации социальных проектов партии «Новая школа», «Здоровое будущее», «Городская среда», «Детский спорт». В рамках проектов только в Дагестане построено 30 образовательных учреждений и более чем на 9 тысяч ученических мест. Ведется строительство онкологического центра на территории клинической больницы. Строительство последнего секретарь регионального отделения партии Хизриших Саидов назвал одним из приоритетных объектов. Дело в том, что не хватает количества койко-мест в этой больнице, а оборудования достаточно. Люди не успевают вовремя претелить, провести химиотерапию, задерживается это все. И начинаются рецидивы, начинается вот это вот все. И больные попадают в такое положение. Поэтому там было такое принято решение, очень важное решение. И потом болезни и онкологии, они растут на втором месте после сердечно-сосудистой заболевания. Мы же обо всем этом говорили. Активно ведется и строительство детских спортивных объектов. В минувшем году в Дагестане было открыто 159 воркаут-площадок. В этом запланировано строительство еще 170. По итогам встречи отличившимся партийцам и волонтерам вручили дипломы и благодарственные письма за активную предвыборную работу и помощь в проведении выборов президента России. Продолжение следует...